У публичного акционерного общества исторический квартал сегодня появился председатель. Им стал депутат городского совета Константин Сенченко. Напомню, постановление о создании общества в конце августа подписал мэр Эдхам Акбулатов. Теперь здания, которые вошли в квартал, выставят на аукцион до середины октября. Приобрести памятник архитектуры сможет тот, кто предложит большую цену. Инвестору нужно будет отреставрировать дом, но организовать в нем что угодно не получится. Подробности выясняла Наталья Истомина. Этой осенью зданием будущего исторического квартала в Красноярске должны найти владельцев. Первым выставят на аукцион вот этот вот памятник архитектуры на Баграда-106. Его построили в самом начале 20-го столетия. Когда-то здесь был доходный дом, и именно поэтому будущему владельцу предложат сделать здесь аутентичную сибирскую гостиницу. Но найдется ли такой инвестор? Уж слишком много здесь придется переделывать. Начальная стоимость объекта почти 3 миллиона 600 тысяч рублей. А чтобы привести памятник архитектуры в порядок, нужно еще несколько миллионов. При этом гостиница, которую планируют тут разместить, вряд ли станет доходным местом. Назначенная сегодня председатель совета директоров компании «Исторический квартал» Константин Сенченко говорит, «Одна надежда на меценатов». В условиях кризиса очень сложно найти предпринимателей, которые готовы в такой проект ложиться. Но сейчас, пообщавшись с людьми, я убедился в том, что в городе Красноярске есть, по большому счету, меценаты, благотворители. То есть это не в чистом виде коммерческий проект, но на тем 7, может быть, 10 объектов, мы абсолютно, я в этом уверен сегодня, найдем людей, которые готовы вложить свои деньги для того, чтобы сделать городу подарок. Реконструировать предлагается 10 зданий в границах улиц Карла Маркса, Горького, Баграда и Декабристов. Как в целом будет выглядеть исторический квартал, пока до конца не ясно. Есть много предложений от архитекторов, но проекта планировки еще нет. Он будет сделан в ближайшие месяцы. Однако чиновники подчеркивают, владельцы памятников не смогут распоряжаться ими по своему усмотрению. Инвесторам предложат разместить здесь конкретные объекты, например, кафе, магазины, гостиницы. Но должна быть вариабельность, то есть инвестор, который потом в дальнейшем приобретет, он может понимать, что у него есть там 3, 4, 5 вариантов использования этого объекта. Ни в коем случае нельзя зажимать и делать какое-то такое узконаправленное решение. Похожий исторический квартал можно увидеть в Иркутске. Часть объектов культурного наследия была отреставрирована, а часть зданий построена заново по документам утраченных памятников архитектуры. Сейчас этот квартал – визитная карточка города. Здесь много музеев, единственный на всю область планетарий. Также есть магазины, торговые центры, кафе и рестораны. Идея создания такого исторического квартала появилась в 2009 году. Автором ее был Дмитрий Месяцев, это прошлый губернатор Иркутской области. Он предложил строить его на средства областного бюджета и также привлекать инвесторов. Инвесторы, в общем, были не против, с радостью согласились. И каждый сейчас может сказать, что старания и вложения инвесторов окупились во много раз. В десятки и даже, наверное, в сотни. Потому что исторический квартал, который называется «130-й» в Иркутске, сейчас одно из самых популярных мест отдыха как для местных жителей, так и для жителей Иркутской области и заграничных зубежных туристов. Чиновники планируют полностью завершить исторический квартал в Красноярске к универсиаде, чтобы не только горожане, но и туристы со всего мира смогли по достоинству оценить сибирскую глубинку. Наталья Истомина, Дмитрий Гаврилко, 7 канал.